Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. У нас в гостях, я думаю, хорошо вам известный секретарь президиума Сейма Андрей Климентев, который долгие годы работает в комиссии парламента по социальным делам. И я не случайно об этом сказал, поскольку, видимо, все равно комиссия будет обсуждать очень важные поправки, связанные с социальным обеспечением пенсионеров. Мы сейчас об этом подробно поговорим. Сначала, может быть, вот такой актуальный вопрос. Бюджет уже начал обсуждать, конечно, не парламент, а коалиция. Поэтому мы можем только, и вы, как представитель оппозиции, наблюдать за тем, что происходит. Но создается такое ощущение, что все пойдет по принципу господина Рэпша, как вы могли не обещать. Ну, вообще, я скажу честно, здравствуйте. Действительно, мы не то, что наблюдаем со стороны, мы глубоко шокированы этим процессом, который сейчас происходит в коалиции, так как до сих пор базовые вещи не появились у нас ни в новостях, ни в куллах парламента, ни в комиссиях. То есть до сих пор сегодня после каникул я пообщался с коллегами, с кем я не работал в комиссии. Я понял, что у них нет даже основных каких-то направлений, что, в конце концов, прогнозируемо окажется в бюджетном пакете. Я знаю, общаюсь с министром Богостания, с секретарем государственного министерства Богостания. Я надеюсь, что мои доплаты за стаж до 96-го года для людей, которые учат на пенсию после 12-го года, они останутся в проекте. Это очень важная вещь, которую не удалось мне пропустить через комиссию. Надеюсь, министерство Богостания доведет дело до конца. Мы коллегиально договорились, что они будут двигать проект. Он в бюджетном пакете, но чтобы уверенность сказать радиослушателям, что да, тем персонам в 2012-2013 году, которые вышли на пенсию, будет перерасчитана с учетом компенсации за год советский и постсоветский до 96-го года. И меня сегодня нет еще. То есть я надеюсь, что будет возможность эту новость хорошую донести, когда в актерии появится бюджет, но пока как бы нет. И что касается, если я не интересовался по зарплатам медиков, по зарплатам учителей, там тоже нет ясности. Даже по каким-то определенным проектам, которые связаны с инвестициями, тоже по министерству образования нет у меня сегодня четкой ясности. И я даже с людьми, которые работают в правительстве, спрашивал, ну а как вы работаете? Да, сегодня до сих пор идет дискуссия с новыми консерваторами о приоритетах. Так что не исключено, что появится какие-то изменения в налогах. Не исключено, что появится... Несмотря на обещания в следующем году налоги, не есть. Да, да, да. Ну я думаю, что если даже коснется необлагаемого минимума или минимальный зарплату, то это, естественно, тоже налоги. То есть в любом случае это... А вот здесь возникает такая дилемма. Я понимаю, что это вопрос больше, наверное, к правительству, к правящей коалиции. И нам господин Калинич, видимо, скоро и всеми будет рассказывать, что это исторически самый большой бюджет, что доходы вырастут на 500 миллионов. Да, я просто скажу, что исторически каждый бюджет последующий, он больше предыдущего. То есть здесь это не заслуга кабинета. Если это не кризис, то... Да, ну я не помню того, что был провал такой большой. Если не учесть историю с параксом, когда необходимо было четко сумасшедшие деньги изыскивать в бюджете для того, чтобы покрывать неудачное приобретение Владимирского государства. А что касается непосредственного бюджета, то не все идут в плюс, так как все-таки люди платят больше налогов, люди более сознательно платят социальный налог, но и репрессивный орган настолько зажал бизнес, все остальное, что здесь говорить о роли большой теневой экономики тоже не стоит. Я думаю, что теневая экономика тоже сократилась с тех пор, как раньше был последний раз клиент министров, наполовину. То есть мы говорим, что 20% теневой экономики, при его там 40, когда он был министром экономики. То есть в данном случае он может, конечно, об этом рассказывать, но главное, что и у нас потребление непосредственно бюджетическим аппаратом, ростом естественных заработных плат в госсекторе, ростом и всех других сопоставляющих, что у госаппарата появляется, оплата работников полиции, медиков, все остальное тоже приросло. То есть если мы сравним покупательскую корзину того периода, когда был Каренч министром экономики и сегодняшний, то я такого реального прироста, реального благосостояния у населения, особенно пенсионеров, не вижу. То есть в цифрах да, но по жизни могут себе больше позволить все люди среднего достатка. Я думаю, что то же самое. Вот если мы говорим все-таки о пенсиях, мы знаем, что все-таки в социальном бюджете такой профицит. Вы об этом тоже давно говорили. И вот что реально было бы вообще, если бы была политическая воля, на что пенсионеры могли рассчитывать? Ну вот доплата за стаж, да? Да. Ну я напомню, что прошлый парламент ругали в социальном сегменте. Да. Много. Но он был более продуктивный, как люди все-таки профессионально работали. Напомню, что и глава сегодняшней федерации пенсионеров, Ая Барча, была открытельная комиссия. Моголетний, да. Да, и вот сейчас у него был такой хороший проект, который поддерживали мы. Это повышение индексации пенсии, да. То есть в октябре этого года индексация коснется до большого количества пенсионеров. И прирост возможен максимально по максимальному стажу до 30 евро. То есть в любом случае это как бы уже что-то. Напомню, что необлагаемый минимум для пенсионеров тронулся. И он понемножку увеличивается. Конечно, я хотел максимально, ведь как минимум на уровне минимальной заработной платы. Но хорошо, пошло уже и хорошо. Напомню, что до этого никто с 7 лет вообще не трогал этот показатель. Поэтому в данном случае не исключено, что заложенный фундамент комиссии предыдущего парламента, они сейчас дадут какой-то результат. Та же самая концепция борьбы с бедностью, которая повышает базовую ставку минимальной социального пособия, тоже эта закладка была еще непосредственно при министре Рерси. То есть Рамон его так реализует. То есть тоже затратное, очень много финансовых средств, но это немножко стабилизирует доходную часть для людей, которые получают очень мало. Что касается сегодняшних проблем, вы говорите, что бюджет, но сегодня я начал разрабатывать проект. Мне очень не понравилось сегодня, как выглядят газеты, которые сообщают о том, что Латвия спаст почти в два раза увеличивает доставку пенсии. Немножко углубились в проблему. Действительно, почти 80 тысяч пенсионеров, как и по возрасту, так и инвалидности, получают все-таки дома пенсию. И отдавать им больше 5 евро, я считаю, это несправедливо. Например, для доставки прессы, газет, государство готово было найти 6 миллионов, для того чтобы субсидировать эту убыточную доставку. А вот, например, для пенсионеров, 80 тысяч пенсионеров, которые не могут себе позволить выйти из дома, к сожалению, из-за болезни, из-за каких-то непосредственно проблем с передвижением. Вообще, если мы говорим о людях с инвалидностью, то для них как-то почему-то государство не может найти какой-то миллион, тем более субсидировало собственное предприятие Латвия спаст. Напомню, оно полностью 100% принадлежит государству. Это очень непонятное отношение. Вот сегодня начали зарабатывать. Да, как будто это какая-то карщица здесь. Да, да. Тут получается одно большое предприятие государственное, Латвия спаст, разносит пенсии. Для людей, которые не могут добраться от банкоматов. Мы знаем, что количество банкоматов сокращается активно. Провинции вообще их практически нет. Да, но самое интересное, что я тоже подумал, что провинция страдает. Нет, только 2% из этих 80 тысяч – это провинциальные пенсионеры. Урежали. Но я говорю, напомню. Есть же разные причины, когда люди не могут. Например, у меня там получается, по моим данным, 80 тысяч, из них половина – люди старше 80 лет. То есть мы говорим о людях, которые реально не могут интегрироваться в систему банкоматов, забывать пин-коды. Сколько там рисков. То есть они из-за собственного… Они видят плохо. Да. И тяжело им дойти до этого банкомата. И у них недоверие. Я думаю, после краха пенсионерского банка, мы называем его, когда такое количество людей стали в очередях, мы видим, что… Все закончится тем, что банкомат съест эту карточку, они вообще останутся без денег. Да. Поэтому мы и говорим, что сегодня не все могут освоить эти новые технологии, работать интернет-банком, иметь новые технологии для того, чтобы вводить эти коды, пароли. Сейчас все меняется. Да. 80 лет – это тяжело. Да. И вторая половина у меня – это люди с проблемами с передвижением. То есть это нулит. Поэтому я считаю, что государство должно взять на себя ответственность и компенсировать… Я так понимаю, что фактически согласится. Соответствующий запрос подала, да? Запрос подали, но я сейчас делаю законопроект, потому что запрос – это такая вещь не очень… …эффективная. …эффективная, да. А законопроект пускай тогда в рамках бюджета объяснят, почему, например, доставка газеты, совершенно частное и коммерческое мероприятие стоит для государства 6 миллионов, а доставка для пенсий для пенсионеров – это 5 евро с лишним. То есть это очень большие деньги. 60 евро в год – это очень большие деньги для пенсионеров. Если мы еще говорим о пенсионерах, с одной стороны, вроде нам говорят, что эта система пенсионная достаточно справедливая. Вот социальные накопления, которые делают люди, но мы понимаем, что, во-первых, у нас очень большой процент людей, которые в основном работали, естественно, до 1996 года, до этой системы, с одной стороны. С другой стороны, мы видим и новоиспеченные, так можно сказать, пенсионеры, которые выходят на пенсию и получают, ну, ненамного больше тех пенсионеров, которые работали, скажем так, выше на пенсию вот еще в 90-е годы. Что с этим делать, что мы плодим все новых и новых пожилых, если так можно сказать, малоимущих? Да, так как все-таки пенсионеры, которые выходят сегодня на пенсию, они все-таки работали во время перемен, то есть они успели получать заработную плату и в рублях, и в репшиках, в латвийских рублях, и в латах минимальных. То есть, понимаете, с этого всего удерживались налоги, занесены там наличные счета пенсионеров, но они, естественно, должны были как бы индексировать совсем по другой схеме. Но в связи с тем, что у нас количество, я еще говорю, работающих и получающих пенсии очень в негативной динамике, то есть я не думаю, что там второй пенсионный уровень или третий пенсионный уровень реально вырвет людей, которые в ближайшие 10 лет пойдут на пенсию из бедности, и они будут себя чувствовать уверенно. Да, действительно, прирост средних пенсий людей, которые выходили в начале века и сегодня, он заметен, то есть, да, но опять же связано с тем, что люди получали больше заработную плату, но и все остальное у нас подорожало, то есть если мы ставим коммунальные платежи 2000 года, сегодня мы увидим, что прирост почти в два раза, то есть этот прирост по заработным платам и по пенсиям, он существенно не компенсирует того прироста, которые сейчас выставляют нам монополисты по оказанию коммунальных услуг или те же самые врачи, услуги аптек и так далее. То есть в любом случае я считаю, что да, все международные организации, которые работают на территории Латвии, они говорят, что у нас очень большое рассловение населения и уровень бедности у нас, к сожалению, не увеличивается, реальные бедности. И правительство пока не способно создать реального подхода для того, чтобы хотя бы вывести из зоны риска людей, которые работали достойно на протяжении 35-40 лет. То есть да, действительно, но профицит создается, он уже около миллиарда. Ну, государственный бюджет этими деньгами пользуется, не платит, к сожалению, никакие проценты по пользованию этих денег. Есть предложения какие-то от Федерации пенсионеров эти деньги давать государству в долг, но видя, что даже прирост сегодняшний в 200-300 миллионов по итогам сбора налогов, он, к сожалению, не идет на социальные нужды, они придумывают всевозможные другие проекты, которые по большому счету больше затратные, чем дающие что-то. Если бы создавались какие-то объединенные объекты инфраструктуры, которые складывалось улучшение состояния здоровья людей или какие-то объединенные рабочие места новые, то, к сожалению, пока я не вижу таких в этом бюджете, который обсуждается в комитете министров такого прорыва. Что касается медицины, мы прекрасно понимаем, что взятые ранее обязательства к министерству благосостояния повышения заработных планов медиков не будет выполнено. Похоже, что нет. Уже госпожа Винкова об этом сказала. Что Шуплинская творит, предлагает столкнуть родителей 85 тысяч детей с учителями, это тоже ужасно, это безумно. Мы напомним, о чем радиослушаем, идея, я так понимаю, господин Шуплинская и министра образования такова, чтобы больше государство не оплачивает бесплатные обеды учащимся в начальной школе. Да, первый четвертый класс. Да, и сэкономленные 20 миллионов направляет, я так понимаю, на повышение зарплаты учителям. Так якобы сказала господин Шуплинская. Да, и я знаю, что очень корректные профсоюзы преподаватели отказались от такой системы повышения заработной платы. Ну, посмотрим, на что это выйдет кабинет министра по своим решениям. Я скажу честно, что очень непрофессионально работают, прекрасно понимают, что если даже самоуправление прикроет эту проблему со своими бюджетами, то это опять пострадает социальный сегмент развития самоуправления. То есть эти деньги, они намного болезней отразятся на бюджетах самоуправлений, чем на государственном бюджете. То есть в данном случае, возможно, можно было договориться, что эти расходы на себя берет самоуправление, но это должно было полюбовно. К сожалению, полюбовно разговора не получилось. Да. Вот давайте примем звонок. Девайте, пожалуйста, наушники. Потом подорожим 6212-939, телефон прямого эфира. Кстати, у нас работает и WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. Да, вот был звонок, пока я, видимо, пока нету звонка. Да, да, тогда еще такой вопрос, который я хотел задать. Если вы все-таки… Да, вот есть звонок. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Пожалуйста. Да, ну, нет звука. Да, тогда такой вопрос. Все-таки, если нужно было бы выбирать между повышением заработной платы, минимальной, которая у нас, кстати, самая низкая сейчас в Балтии, и повышение необлагаемого минимума, вы бы за что высказали? Конечно, необлагаем минимум, чем больше мы освобождаем от налогового бремени финансовых средств, личных людей, тем больше мы реально повышаем благосостояние семей. Почему говорю про семьи? Потому что необлагаем минимум попадает не только, но попадают еще и сживенцы, дети, тем самым этот необлагаем минимум может расти. Понимаете, этот необлагаем минимум в том числе помогает латвийскому бизнесу снизить стоимость рабочей силы. Вот здесь тоже у нас балтийские показатели, они очень хорошие. Но получается, что он нанимает человека и проплачивая ему заработную плату, даже в размере минимальной заработной платы, но с большим минимальным, необлагаем минимум, тем больше людей стоит, тем больше денег, тем более он будет удовлетворен на рабочем месте, и бизнесу надо меньше задействовать других освоившихся средства для того, чтобы предоставить своего человека на работе. Поэтому в данном случае это выгодно и для работников, и для работодателей, которые очень бьются, и в том числе и государство, так как освободившиеся средства чаще всего эти люди, которые работают в коридоре плюс-минус минимальная заработная плата, они тратят в том числе на улучшение собственной жизни, тем самым государство в будущем меньше будет платить за лекарства, меньше будет платить. То есть в любом случае они повышают, они переходят в другую категорию посещаемости спортзалов, там условно, более качественных продуктов, и это со всех сторон лучше. Что касается повышения минимальной заработной платы, это прежде всего как бы не было цинично выгодным государству. То есть оно заставляет бизнесменам поднять заработную плату и с нее обделяют в полном объеме налоги. Тем самым повышается, естественно, доход государства, но очень чревато тем, что бизнесмен тоже у нас уже прожженный, он может просто оптимизировать количество работающих, он будет сокращать, он будет увеличить нагрузку на работающего человека. То есть в любом случае этот инструмент сегодня, как экономический для стимуляции и потребления, для стимуляции создания новых рабочих мест, и для самого работающего он не выгоден. То есть я еще говорю, что вы правильно заметили, что у нас самая маленькая минимальная заработная плата, но у нас и самый маленький необлагаемый минимум. В любом случае, если выбирать, то естественно, я как стал социально ориентированным, выбрал бы необлагаемый минимум больше. Давайте примем все-таки звонок, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Да, ну. Вам ли он со связи? Да, вы у нас со связи, мы никак не можем. Да. Вторая попытка. Добрый день, слушаем вас. Да, ну, сегодня, по крайней мере, что-то нам не удается, может быть, перерывы удастся наладить. Возвращаясь вот еще к социальной тематике, и вот с этим связанной темой вот здравоохранения, зарплаты, вы вот комиссии по социальным делам, которую доктор Скридер руководит, я так понимаю, тоже обсуждали, что делать, как достать дополнительные деньги для здравоохранения, какие только идеи не предлагается. Вот увеличить акциз на послащенные напитки, потом увеличить акциз на эти электронные сигареты и эти вайпы, и так далее, и так далее. Но это же все не очень серьезно. В нормальных странах инструмент акциза, повышение акциза создается для того, чтобы не пополнить бюджет, а для того, чтобы сохранить потребление. То есть, эта вещь должна быть настолько дорогая, чтобы у людей, у которых есть зависимость, был бы еще один мотиватор отказаться от этой вредной привычки. Подслащенные продукты, которые уже доказаны, что не вредны, естественно, необходимо вкладывать более высоким налогом только в том случае, если мы реально видим выставленную альтернативу для потребителей. То есть, действительно, мы должны сегодня поработать на тему, потому что мы видим по нашим детям, что они становятся более тучные, и это связано с неправимым, прежде всего, потреблением. И здесь мне необходимо выставить модель, при котором альтернативные вещи, типа настоящих соков, молока, воды, было в таком нормальном формате, чтобы они добровольно отказались от потребления подслащенных продуктов. То есть, опять же, компенсировать недостатку средств в бюджете медицины за счет повышения акцизного налога создает две проблемы. Первое. Производитель для того, чтобы все равно заработать, перейдет в более низкое качество с тем же самым сахаром. Да. И второе. Опять же, суррогатные материалы, которые будут соответствовать над чистой химией и сопутствующие к суррогату, это всевозможные контрабандные вещи. То есть, здесь, в данном случае, мы и ухудшим ситуацию. Это, как мы с вами говорили в начале интервью. Если наши граждане будут больше получать финансовые возможности, а не увеличить качество продуктов, которые потребляют, в данном случае удорожание какого-то определенного сегмента, в том числе подслащенных, без альтернативы, здоровой, создаст проблему как раз в последствии из-за некачественного продукта. Потому что мы прекрасно видим, что на полке есть продукты и за 10 этих центов, и за евро. То есть, сюда будет сокращаться евро в сегмент, а 10 центов будет увеличиваться. Причем, люди прекрасно понимают, что наносят какой-то ущерб. То есть, с привычками потреблять газированные напитки, что предлагает господин Эсклида, надо по-другому делать. То есть, мы добровольно должны понимать, на что это вредно отказывать от этого, а не то, что мы просто закрутим сейчас акциз. И господин Эсклида очень такой интересный депутат, который очень быстр на лозунги, на какие-то бленные обещания, но очень слаб на реализацию. Я скажу, что предатель комиссии, который за год работы комиссии почти не создал ни одного продукта, законопроекта, который пошел через пленарку. Нет качественного продукта, который действительно помог бы населению, я не видел. Были переработки комменет министров законов. То есть, мы работали в каком-то штатном режиме, но в любом случае ни одной идеи, инициативы, ни одного такого прорыва в области медицины или благосостояния не было. Андрей Клементьев, у нас в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие». Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Добрый день еще раз, Андрей Клементьев у нас в студии, депутат Сейма, который работает в комиссии по социальным делам. Вот мы действительно констатировали, что да, вот эта комиссия профильная по вопросам социальным, по вопросам здравоохранения, какого-то своего качественного законопроекта за год пока не представила. Но я так понимаю, что господин Скрида как-то очень активно разбирается со своим, как кто-то сказал, альмаматор, ну, со своим бывшим рабочим местом, да, вот больницей Страдани, там идут какие-то разборки и есть попытки вовлить всю комиссию вот в этот процесс, да? Да, да, то есть, ну, люди не понимают, что они должны мыслить уже на уровне не собственного района, там, не собственного двора, да, не собственной больницы в данном случае. А таком законодательном. А законодательном и на уровне все-таки национальном, то есть, ты должен четко понимать, что ты последняя инстанция для очень многих вопросов, и от твоего настроения, от твоего, от твоей повестки и дня себя будет зависеть, в общем, большое количество людей. Ну, и вот, вот эта местечковость, мелкость, видно во многих новых депутатах, которые грязнут в своих разборках, это видно особенно на пленарных заседаниях, когда мы, они больше всего получают удовольствие, когда они поддевают друг друга, там, Камнич ругается со своим Глобземсом, да, Сандис Бергманец, там, условно, с Егиной Лоджем, Лунёвой, то есть, понимаете, они вот как-то пришли, вот, они наслаждаются тем вниманием, что их слушают, хлопают. Я, как человек уже, который видел несколько парламентов, я скажу, что вот это ужасно со стороны, потому что не только эстетически и культурно ты получаешь не удовольствие от того, что от тебя живут совсем другого. И в британском парламенте дерутся, и, я думаю, в конгрессах очень жарко, но они, в конце концов, создают какой-то конечный продукт, от которого, по большому счету, становится лучше людям. В данном случае они вот попрыгали, поругались и не создали продукта. Есть такое ощущение, что пока нынешний парламент слабее предыдущих? Ой, да, конечно, намного. Понимаете, раньше парламент состоял из людей, которые как бы состоялись как личности в каждой из своих отраслей. Где они работали. Как бы там ни было. Преподаватели, юристы, врачи, общественные деятели. В этом парламенте половина людей, которые попали, они вообще не состоялись как какие-то лидеры в своих отраслях. И это сразу сказывается, да? Или люди, которые готовы учиться. Я тоже из того молодого поколения депутатов, которые попали, может быть, не из лидерских позиций в своих отраслях. Но мы готовы были учиться, и у нас было у кого учиться. То есть состав седьмого парламента, который вступил до сюда, состоял на 90% из людей, которые уже были личностями и были авторитетами. У этих товарищей и нет желания учиться. Они считают, что все старая гвардия, которая работала в парламенте до них, это плохие люди. Ну, грубо скажу так, но по большому счету они... А вот пришли сейчас светлые, хорошие. Но, понимаете, это же профессиональная деятельность. Не зря политика это отдельно стоящая, как бы, отрасль, при котором все-таки необходимо выдавать их... Многие еще не понимают, что они уже не любители, что они должны быть профессионалы. За каждым словом, даже обещанием, должно стоять какое-то определенное расчеты или какие-то определенные юридические заключения и так далее. И вот это мне больше всего удивляет, что год прошел, и не могу своим коллегам сказать спасибо, мы классно поработали. И это, знаете, вот я когда поработал с хорошими, предпрофессиональными политиками, ты понимаешь, насколько все остальные не могут поддержать твою идею. Потому что, естественно, вы знаете, кто-то заработал в комиссии, как журналист, который подписывал нашу работу. Там все-таки собираются профессионалы отрасли, которые каждый вносит в свою лепту создание поправки или законопроекта. То есть там отметают какие-то обиды, какие-то стереотипы, работают на хорошо или плохо, но работают, по большому счету, на какую-то обленную цель. В данном случае внутренние разборки непрофессионализм, он не создается. То есть у нас как-то рвется эта цепочка, и даже вещи, которые мы создавали в рабочей группе в законопенсиях по поводу оплат, его поддержали все общественные организации, его поддержали все юристы, которые работали, но в конце концов просто комиссии, каких-то личных комиссий не поддержала, и отдала бы профессионалам в министерство благосостояния. То же самое происходит и в других отраслях. Например, по поводу закон о труде, когда регламентировали минимальную зарплату для строительного возраста. Все прекрасно понимают, что это невозможно, но продавливали эту среднюю возраста зарплату и так далее. То есть таких нюансов очень много цепляет. И это, естественно, сказывается над тем, что люди очень недовольны парламентом, комитет министров. Хотя сегодня был президент у нас в парламенте, выступал очень интересный академический, как он бывший детский преподаватель. Он это понимает, что сегодня сам депутат уже этот контент не создает и слушать никого не хочет. Вот что страшное. То, что этот формат «я сам умный, меня выбрали, поэтому все консультанты молчите», даже я заметил в президентской сегодняшней речи. То есть он тоже заметил, что этот парламент на идею и на создание какого-то конечного продукта тоже очень слаб. Не зря он сказал, что пытается создать какую-то новую структуру, которая будет делиться идеями. Он очень разочарован, что все-таки центр идей находится в комитете министров. Хотя по конституции он, как знающий человек конституции, требует, чтобы это все было в парламенте. Да, он это несколько раз подчеркнул, что он парламентская республика. По всем тем академическим критериям. И он говорит, ребята, начните что-то создавать здесь. Прекратите заниматься вот этой. Начните заниматься своим прямым обязанностям. И только он ушел. Моментально опять пошли разборки по поводу того, что кто кого как обидел. То есть очень много было выбрано шоуменов, ребят, которые заполняют собой пространство. И другие тоже, смотря на максимальное внимание средства на саму информацию, это поддержат. Президент сказал, что мы живем в такое время, где фейк-новости, где глупая сенсация. Она быстрее находит свою аудиторию, чем мудрое или красивое заключение, из которого, по большому счету, может появиться какие-то хорошие продукты, новые лекарства, новые идеи. В этой части сложно не согласиться с президентом. Единственное, что мне показалось, может быть, я не прав, мне единственное показалось, что все-таки президент, может быть, следуя примеру других президентов предыдущих, пытается все время уйти от акцентирования внимания на социально-экономических вопросах. Потому что я понимаю, что финансирование общественного телевидения и радио и финансирование партии, может быть, это тоже важный вопрос, я не хочу сказать, да, но почему только это? А где зарплаты медиков и учителей? Я его понимаю так, что он считает, что отсутствие хороших, профессиональных людей в политике, это из-за того, что люди, которые связывают себя с политикой на долгосрочную, не могут реализоваться из-за того, что интриганты, политиканы, популисты забирают все пространство. Вот что он боится, что такие персонажи, как Кайминдж, которые тоже не создали еще за второй период ничего качественного, они переизбираются, а люди, которые глубоко аналитически отслеживали какие-то определенные процессы в экономике, в финансах, в экологии, они проиграют выборы. Вот о чем он говорит. Что у нас базар, и кто громче кричит, тот и переизбирается. А нет как раз этого. Вот о чем он говорил. Поэтому он говорит, если мы создадим качественные партии, я не поддерживаю, я считаю, что политические партии не заслуживают финансирования схода бюджета в тех размерах, которые сегодня он говорит. Это и общественное мнение подтвердило. Да, я не согласен с ним, и я считаю, что мы, как политические партии, не заслуживаем того, что у нас сегодня и платится. Я буду объективен, так как, опять же, это же не должен быть просто диссекционный клуб и клуб по интересам, это должен быть орган, который, опять же, создает что-то. Полностью согласен. Да. И тут можно еще, если уже увеличивать финансирование партии, допустим, то нужно требования выдвигать побольше. Может быть, если партия претендует на участие в парламентских выборах, почему 500 человек, почему не тысячи, чтобы партия действительно была реально представительной. А то с трудом объединяются три каких-то партии в объединении, чтобы только набрать эти 500 человек. Ну, это же просто смешно. Конечно, мы должны четко выставлять и какие-то условности или какие-то требования по отношению к образованию людей. То есть не могут человек без магистра идти в партодепутаты. При всей своей гениальности и при всей своей исключительности. То есть, по большому счету, ну как ты можешь что-то создавать, если ты даже не получил степень магистра. То есть, как это? В любой области. Ну, ты как-то вот получил в педагогике магистр, значит, ты идешь в комиссию по образованию. А не так, чтобы просто тебя перекидывают там, где есть свободные какие-то вакансии политические. И даже не важно вообще, какая у тебя профессия, какая у тебя специальность. Я не говорю даже о главах комиссии. Ну, не может Камич вести комиссию, которая занимается правами человека. Ну, не может, потому что у них знаний нет просто. И все. То же самое по министрам. Таких слабых министров я давно видел. Потому что нет профессионалов. Нам министр был как встанет, напрямую говорил, я буду учиться. Но нет времени учиться. Это что, вуз? Нет, так нет времени учиться. То есть, ты же пришел не только с идеями. Ты должен знать уже, как будешь реализовывать эти идеи. Не умеешь? Отойди, дай возможность пробыть в другом. Вот господин Скрида пришел. Да, возможно, он хороший врач. Да, возможно, он в своей больнице неизменимый хирург. Но ты не можешь моментально сесть на закон о пенсии, не зная его азов. Возможно, это нарушение демократии. Возможно, это какие-то введения внутреннего контроля. Партии даже не соответственно с кого-нибудь выдвигают. Но в данном случае, я считаю, что в данной комиссии ситуации, естественно, президент прав, что у нас качество депутатского как раз среднего депутата очень низкий. Ну да, демократия, демократия. Но я считаю, что, по крайней мере, здесь сложно не согласиться, что председатели комитета или комиссии, точнее, должны все-таки в этой отрасли иметь какой-то опыт. Тем более, да, я понимаю, что у нас сменилось почти 60 новых депутатов. Две трети, да. Две трети. Я все понимаю. Но, тем не менее, 40% это те, которые имеют опыт работы в парламенте. Ну, из-за этих 40% выбрать там председателей 70 комиссий, я думаю, не составляет. Вы знаете, раньше министр, это была такая позиция, которая обладала не то же знаниями, но она и знала, что происходит около этого министерства в подконтрольных, например, госпроприятиях и так далее. В данном случае, некоторые из или иных министров, они шокируют. Например, после заявления господина экономики, министра экономики о том, что самоуправление имели право обратиться в надзирающие органы и спросить, насколько лояльный и насколько правильный или насколько неспособный банк, это же дикость такая. Вы представляете, вот есть надзирающий орган, к нему обращайтесь в самоуправлении. Скажите, пожалуйста, дайте рекомендации, в каком банке держать нам деньги. Слушай, если банк плохой, то закрывай его. Закрывай? Да. Отзывай лицензию и закрывай. У тебя есть всевозможные другие инструменты, при которых самоуправление, вот есть лицензия, есть филиал, значит, я имею право пользоваться. Все. То есть, это министр экономики говорит. То есть, такие вещи, это просто. И потом ФКТК, вот надзирающие учреждения, даже не имеют права такие рекомендации давать, потому что они вступят в конфликт интересов. Они скажут, вы знаете, вот давайте в этот банк, у меня там знакомый работает, в этот не надо. Слушай, нет, но если ты видишь проблему, закрывай его, а не то что. Ну, я по поводу того, что, например, некоторые самоуправления потеряли довольно значительные финансовые средства. Очень значительные. Свыше пока не имеет той компенсации, которая положена. Тем более, предприятиям самоуправления и самоуправлениям не компенсируют 100 тысяч. И я так понимаю, что опять ответственных случившимся нет. Да. Никто не виноват. Мне очень жалко было больше людей, чем самоуправления, которые стояли в очереди. Тем более, если государство видело, что этот банк находится на грани, почему он допустил такой большое привлечение пенсионеров? Почему не дали переходный период для того, что пенсионеры могли в рамках минимальных сумм воспользоваться своими счетами карточек? Абсолютно справедливо. Ведь фактически, если мы говорим, что Европейская Центральная Банка перенял ПНБ под контроль, значит, им известно... Социальный состав. Социальный состав, что есть пенсионеры. Дайте им возможность снять свои деньги. И потом вводите ограничения. Да, что миллионами увезти со счетов, разрешив физическим лицам снять в сутки 50 евро, грубо, нереально. Абсолютно нереально. Уже не дело в том, что в этой банке тоже есть определенные ограничения на объем снятия средств. Ты даже мог по-другому как-то решить проблему. То есть в данном случае действительно была социально очень некорректна по отношению к людям. Получается не заинтересована как раз в тех людях, которые оказались заложниками хороших продуманных пиар-компаний. Напомню, что банк рекламировался как раз на площадках, на газетах, которые пользовались пенсионерами. Ну, ужасно, так как они заманили людей минимальными... Просто использовали, да. ...минимальными платами за услуги, и тем самым подвлекающим большим количеством... Да, это было ужасно. Тем более, вы знаете, в момент, когда там отмечались большие государственные мероприятия, связанные с Балтийским, путем со столетием, на фоне памятника свободы, в большую очередь, в филиал центральный, ну, это, конечно, выглядело очень безобразно. Ну, вот такой последний вопрос. Все-таки есть какой-то, не знаю, там, доля оптимизма в свете следующего бюджета, или опять мы услышим все эти разговоры премьер-министра о каком-то фискальном пространстве, о необходимости экономить, о том, что мы все обещания выполнить не можем, в общем, ничего не можем. Будем справедливы. Такие разговоры по всей Европе. И в британском парламенте, и в итальянском, и в греческом. Все говорят о фискальном коридоре, все говорят о дисциплине и так далее. Но дело в том, что в Латвии, в данном случае, если мы даже идем с неплохим балансом позитивным и с минимальным дефицитом, то мы должны как бы быть более ориентированы на людей. Вот это не больше раздражает, что у нас в любом случае сегодня ориентации на людей нету, и нету долгосрочного видения, что будет физически в 2021 году, насколько эти проблемы можно закрыть. Что касается бюджета и этих людей, которые пишут его, предыдущий бюджет был технический, его так они называют, писали его зеленые крестьяне. Я не вижу сегодня ни одного законопроекта, который реально бы улучшил ту политическую культуру или те направления, которые создали здесь ЗС. Ну нет новых людей. То есть они пытаются, опять же, по старой модели перераспределить остаток, который получается вследствие увеличения бюджета, ну и как-то пытаться свои интересы запихать. То есть один министр скажет, что давайте вкладывать в дороги, не будем вкладывать в авиацию, например, и так далее. То есть что знают, про то и поют. Ну нету там ничего такого интересного. Ну знаете, людей хорошо, что хотя бы не дергают опять за налоги. То есть каждый год сумасшедшие перемены в налогах, которые как бы не упрощают жизнь, только усложняют. Да. Конечно, людям немножко даст передышку. Моратурин было вести, можно было только работать на уменьшение налогов, если ты видишь, что это даст лучший экономический эффект. Вот, например, по акцизу. Да, ну уменьшили. Ну надеемся, что это как бы на люди не сопьются, но доступность каких-то определенных вещей будет лучше. Тем более, если требовала экономическая ситуация и конкуренция с соседями. То есть я как бы все-таки ты сторонник того, что сегодня вся Европа идет на снижение этого налогового времени. Стараются как-то выкрутиться. Мы сейчас ищем как повысить. То есть если ты видишь, например, рестораны, да, ресторанский бизнес и все эти сферы обслуживания, что у нас много туристов, но оборот маленький, значит, надо прислушаться к тем людям, которые содержат рестораны, а давай попытаемся сделать на многих странах, Италия, Франция, как раз на обслуживание в сфере общественного питания сделаем немножко меньше налог, тем самым увеличим оборот, тем самым люди не будут есть где кое-как, теми туристов, которые материально хорошо все-таки... Да, это же принципиологично. Да, да, да. У нас, я так понимаю, еще проблема стоит и нехватки рабочей силы, ее тоже надо будет решать, но пока тоже решение не нужно. Хорошо, что ты сказал. У меня вот была встреча с министром благосостояния. Ты травишься, госпожа. Нет, здравоохранение, извините ли, которая заявила, что уже пора начинать дискуссию о привлечении рабочих сил по как раз направлению медработник. То есть она все так, ууу, как-то мы говорим о новой снижении миграционной какой-то политики. И говорю, да, если мы сегодня реально не можем получить людей, которые работают в операционных залах, не хирурги, а анестезиологи, другие профессии, которые помогают работать хирургам, то мы должны сегодня говорить об открытии рынка. И я попросил, и комиссию, она меня поддержала, чтобы дать задание кабинет министров через свои структуры просчитать, сколько там рисков реально, обведение сюда новой рабочей силы как раз местных персонала, и сколько там реально пользы. У нас сегодня более-менее больничная инфраструктура выстроена. Более-менее у нас операционные залы и палаты выглядят лучше, чем 10 лет обратно. Но у нас некому там работать. Поэтому я еще говорю, мы должны заниматься, чем занимается сейчас Великобритания, чем занимались другие страны, богатые, которые переманивали лучших наших специалистов, особенно средний медперсонал. Мы даже тоже самое делаем. Мы тоже самое, да. Других вариантов нет. Потому что сегодня, например, переманивают уже семейных врачей, британцы, переманивают людей, работающих на скорых помощях. То есть мы должны заниматься то же самое, работая в том числе в Украине, в Белоруссии, в России. То есть там, где заработная плата ниже. Да, у нас, тем более у нас схожие медицинские школы. То есть по большому счету... Им будет легче адаптироваться, чем человеку, который приезжает, не знаю, из Азии. Да, из Индии, например. Из Индии, да. Из Пакистана, да. Хорошие специалисты, они у нас получают образование. Мы можем их тоже привлекать, и не против них. Но ментально, я думаю, будут ближе все-таки люди, которые имели базу так называемого... Советского образования. Советского образования. Тем более в области медицины. Теперь по поводу язык, не язык. Понимаете, врачи, которые работают в операционном зале, они разговаривают на своем языке. И как-нибудь они там договорятся. Да. Будут использовать русский, английский язык, да. Если нет потенциального контакта с пациентом, который рассказывает о симптомах каких-то, то можно работать. Более того, во многих странах, в Швеции, в Германии так и решают вопрос в начале, пока еще человек приехал и не выучил. Даже медсестра может перевести. Согласитесь, Абик, в аптеках фармацевт, который работает на создание лекарств, не указ, а который, он же может работать. Латынь никто не отменял в данном случае. Поэтому, да, я надеюсь, что все коллеги услышали. Потому что сегодня у нас, по-моему, не комплект 30% по больницам. Да. То есть у нас сумасшедшее количество. Особенно со средним медперсоналом вообще. Да, да, да. Тем более я не говорю о том, что Латгальский регион мог позволить себе и взять просто даже на обслуживание населения русскоязычных врачей. Так что в данном случае это позитивно, так как я еще год обратно разговаривал с министром на эту тему, и она отказывалась говорить об каких-то запросах об изучении рынка и возможности открыть рынок для рабочих рук для медперсонала. То есть это прогресс за год. Наверное, жизнь заставила ее делать. Интересно было то, что это была, конечно, инициатива прежде всего от общества врачей. Даже общество врачей Латвии считает, что рынок необходимо открыть. То есть они не боятся, а просят, чтобы им привезли свой конкурентов. Понимаете? Это первый раз какая-то отрасль. Да. Они же всегда не держались и сказали, нет, чужих не пустят. Нет, потому что нам не хватит работы пациентов. Сейчас они уже понимают. Сейчас они просят, чтобы открыли рынок для того, чтобы приехали коллеги из других стран, помогли покрыть наше нездоровое общество. То есть у нас обращение к врачам, каких хочешь не хочешь, растет, к сожалению, из-за старения населения. А нету из другой страны. Спасибо большое за интересную беседу. Андрей Клементьев у нас был в студии, депутат Сейма от Факции Согласия. Большое спасибо. Спасибо.